Ну что ж, ребята, всем привет! Мы с вами на Nikon Day в Москве. Привет еще раз. Попытался я что-то записать на самом мероприятии, но это было достаточно сложно. Шебутно, да, после теста мысли летали по всей голове. То есть, в принципе, ничего не получилось, поэтому хочу дорассказать, что было, что не было на Nikon Day в Москве. Прежде всего, хочу сказать, что все прошло позитивно. Приехал я под вечер, только к 6 часам. Все мероприятие, по-моему, было где-то до полвосьмого. То есть, за полтора часа попал я на последний мастер-класс, немножко послушал. Народу там было очень много. Это, видимо, была самая интересная часть. На тестирование зеркалки без зеркалки Nikon я перепутал свое время. И меня отправили в общую очередь. То есть, по записи не пустили. И это, я думаю, что это правильно. Потому что нечего без очереди лезть, раз уж свое время профукал. Что было вообще в помещении, скажем так, на территории вот этого пятого этажа телеграфа? Была зона для тестирования каких-то объективов, плюс зона для телеобъективов на втором этаже. Была самая большая зона для мастер-класса, где какой-то из фотографов рассказывал определенную тематику целый день. Они менялись. Их, по-моему, то ли 4, то ли 5 человек было по очереди. Много стульев. Слышно было довольно хорошо. Экран был рабочий. Все прекрасно показывало. И я думаю, народ на самом деле остался доволен. И самое главное была кафешка. Был гардероб. За что сразу очень большой плюс. Очень часто этого нет. И люди ходят, жарятся там в своих куртках, в кофтах. Все можно сдать. Свободные места были. Но это, опять же, повторю, был вечер. И самое главное была зона для тестирования. Тестировать можно было как зеркальные камеры. Там были D750 и был D500. Плюс достаточно много объективов в старом формате с F-Bayonet. И самое главное, естественно, была возможность протестировать как новую беззеркалку Z6, так и Z7. Которую я, собственно, и протестировал. Z6, я имею в виду. Почему Z6? Потому что Z7 я 100% себе покупать не буду. И стоит она достаточно дорого. Порядка 300 или 3500 тысяч долларов. Z6 она более бюджетная. 2000, что тоже дофига. Но в целом это выглядит, скажем так, более реальной. Про Z6 расскажу в следующем видео. Подписывайтесь, если хотите, не пропустите. Нажимайте колокольчик. В общем, сами знаете, что делать. Видео, в принципе, уже готовится. Уже вот монтаж где-то на 50% завершен. Так что скоро будет. Что хочу отметить. Что не понравилось. Пункт номер один. Это, на мой взгляд, достаточно маленькая зона для тестирования Z6. То есть, камер было на вот эту зону, на площадь достаточно. Но, я думаю, немножко либо просчитались, либо были ограничены по времени, по месту. Поэтому, когда все люди зашли внутрь, напомню, что это фотографы. У них сзади еще висят фоторюдзаки, потому что никто их с техникой рюдзаки свои нигде оставлять не собирается. Соответственно, все, я бы сказал, друг другу мешались. Была только одна скамеечка. Там сидела модель. Светил, собственно, свет постоянный. И, по-моему, два дерева с рябиной, кажется, было. Ну, такое, все стилизовано под снег, под зимнюю некую фотосессию. То есть, первый момент, места было немного, скажем так. Второй момент, не было каких-то предусмотрено, опять же, из-за ограничения по месту стульчиков или столиков. Никуда нельзя было присесть, спокойно разобраться с меню. То есть, ты зашел, тебе дали камеру, ты стоишь где-то в уголочке, пытаешься там нащелкать меню. Да, были консультанты. Ребята часто были заняты, потому что, сами понимаете, вопросов у каждого, я думаю, очень много возникало. Особенно те, кто с Nikon вообще не знаком, кто видел это меню Nikon первый раз. Ребята помогают. Единственное, что вот ISO не там, где было, да, вот, значение. И вот этот скроул с кнопкой ISO, но их явно не хватало. Либо под вечер они уже немножко подустали, что, естественно, и как бы все понятно. Целый день такое количество людей пропускать через это тестирование, это ого-го надо быть. Но в целом, то есть, вот, нарекания по поводу объема. Хотелось бы, конечно, побольше и отдельную зону, где можно спокойно, не знаю, сесть и, скажем так, вникнуть. На тестирование давалось полчаса, поэтому, сами понимаете, особо много не получилось ничего посмотреть. Так, все по верхам, то есть, парочку режимов, автофокус. Переписали флешки, переписали фото и видео на флешку. Собственно, вот она. И с этим связано мое, скажем так, второе нарекание. Естественно, спасибо за флешку. Это хорошо брендированная флешка, как подарок это приятно. Но, ребята, когда я пришел домой, эта флешка, она содержала в себе только фотографии. Раз уж вы осуществляете, скажем так, перепись с XQD-карты, фотографии и видео, которые наснимал человек на свою флешку, ну, я не знаю, запишите вы какие-то маркетинговые материалы, запишите вы там ту же презентацию, этот Z6 или Z7. То есть, в целом, здесь посмотреть нечего. И я считаю, что это очень сильный просчет маркетологов. Я, как человек, немножко интересующийся маркетингом, заметил вот такую особенность. То есть, это неиспользованная какая-то возможность. То есть, ну, покажите мне, не знаю, еще раз свою линейку, покажите ценообразование, там, новые объективы. Не знаю, хоть видеообзор какой-то запишите, PDF-файл, хоть что-нибудь. Ничего нету, просто папка с фотографиями. Ну, и последний момент связан с тем, что, опять же, кроме флешки, ничего не дали. Никакого буклетика. Не знаю, опять же, может быть, что-то закончилось. Я видел, люди ходили с пакетиками фирменными. В целом, вот такое вот это выглядит как-то, ну, не знаю, несерьезно. Не подумайте, что я недоволен. Ну, просто несерьезно. То есть, это мировая фирма, мировая компания, у которой есть бюджет. Но вот это вот, не знаю, выглядит на самом деле несерьезно. Не знаю, никакой ни ручки, ни блокнотика, ни бумажки какой-то, я не знаю, ни пакетика, ничего. Вот просто в руки отдали флешку. Все, типа, до свидания, спасибо, счастливо, оставаться. Вот такое вот впечатление. То есть, в целом, еще раз, все прошло позитивно, все прикольно. Окунуться вот в такую атмосферу, да, пощупать какие-то новые объективы, новые фотокамеры. Это всегда прикольно, это полезно. И в целом, если бы я, например, пошел не один, то мне было бы, конечно, еще веселее. Либо я там бы встретил каких-то знакомых. Но и одному тоже было неплохо, поэтому, ребят, если у вас есть такая возможность, обязательно рекомендую участвовать в таких мероприятиях. Даже не важно, что за компания, Nikon, Canon, Olympus. Если вам интересна фотография, идите на такие мероприятия, идите на мастер-классы. Это бесплатно, и это возможность с кем-то познакомиться, с кем-то, не знаю, какие-то новые контакты завести, пощупать новую технику, просто пообщаться, просто посмотреть, послушать какую-то полезную информацию. Так что, еще раз спасибо Nikon за подарок, за возможность пощупать новую камеру. И вам спасибо, что посмотрели. До встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok